Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. 2014 год в России объявлен Годом культуры. О том, что нам ждать в этом году, какие мероприятия пройдут в Чувашии, мы поговорим с министром культуры Вадимом Ефимовым. Вадим Петрович, здравствуйте! Вадим Петрович, какие дополнительные мероприятия планируются в 2014 году в Год культуры в Чувашии? У нас много что проходит в течение года. Что-то еще такое вы накреативили? Можно сказать, да, но я хочу сказать, что важно сохранить то, что есть. Те мероприятия, которые на сегодняшний день являются брендом Чувашской республики, они признаны на российском уровне, на всероссийском, международном уровне. Важно, чтобы они прошли на высоком, достойном уровне. Это, прежде всего, конечно же, Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», «Русь мастеровая», и Международный кинофестиваль, который набирает обороты, фестиваль фейерверков. Мероприятий, на самом деле, очень много. Что касается новых, вообще, которые никогда у нас в республике не было, хочется сказать, что мы планируем провести два важных конкурса. Первый конкурс – это конкурс среди преподавателей школы искусств. Их у нас 46 на сегодняшний день. Это школы искусств, музыкальные школы, художественные школы. И, поверьте, достойного, серьезного внимания этим учреждениям образования не уделялось. Верю. А между тем, в этих учреждениях работают люди, вообще, глубоко преданные своей профессии. Да, энтузиасты. Энтузиасты, вообще, это удивительные люди. Хотелось бы их как-то поощрить, поддержать, обратить внимание на них, в конце концов. Второй конкурс, на мой взгляд, тоже очень актуальный и очень важный, нам, по крайней мере, так кажется. Это конкурс среди средств массовой информации, среди журналистов, потому что мероприятий в год культуры будет много. Вообще, внимание к отрасли, к учреждениям культуры будет повышено. И мы, в связи с этим, хотим объявить конкурс среди средств массовой информации на лучшее освещение мероприятий, вообще, в год культуры и среди журналистов. В самое ближайшее время эти конкурсы будут объявлены. Будут проводиться ряд фестивалей и ряд конкурсов. Это районные, муниципальные и республиканские конкурсы. И, по итогам, конечно же, мы этих детей будем поощрять, поддерживать. И, собственно говоря, вот, опять же, из этих детей формируется такой некий костяк, который потом уже будет развивать, продвигать культуру республики дальше вперед. 14-й год – это год столетия начала Первой мировой войны. Мы очень, скажем так, не всегда уделяются внимания. Мы довольно-таки, наверное, хорошо знаем историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Конечно же, нельзя забывать эту историю. Поэтому событиям, посвященным Первой мировой войне, у нас будет уделено внимание и ряд мероприятий на республиканском уровне будет у нас проводиться. Это, конечно же, безусловно, прежде всего касается архивов нашей республики. Очень много известных, ну, может быть, и неизвестных, значит, выходцев из Чувашии, ну, скажем так, тогда не было Чувашской республики в том территориальном виде, как он сегодня существует, но, скажем так, из той территории, где на сегодняшний день находится Чувашская республика. Ну, один из известных выходцев – это Чапаев. Чапаев, да, конечно. Поэтому мы, безусловно, этому событию уделим внимание. Ну, и еще один такой у нас известный наш земляк – это Андриан Григорьевич Николаев. Исполняется ему в этом году 85 лет. Поэтому мы планируем очень много мероприятий, связанных с Андрианом Григорьевичем Николаевым. Это и выставки, и конкурсы, так как на муниципальном уровне, так и на республиканском уровне. Самое, как бы, важное мероприятие у каждого проекта, у каждого, у всего, как бы, такого большого дела должно быть начало. Поэтому начало будет 17 января в 16.00 в Чувашском государственном театре оперы и балета торжественный вечер, посвященный открытию Года культуры в Чувашской республике. То есть туда можно прийти? Я, конечно, я приглашаю всех, да, вечер совершенно бесплатный, туда может прийти любой желающий. И это будет концерт, вечер такой большой, интересный, мастеров искусств, народного творчества, где будут представлены все наши учреждения культуры республики. Вадим Петрович, обычно, вот когда объявляется год чего-нибудь, этому уделяется огромное внимание, выделяются какие-то финансовые средства. Вот какие дополнительные средства вы ждете и на что они будут потрачены? Ну да, прежде всего мы, конечно, ждем финансовые средства и я хочу сказать, что они уже подтверждены в республиканском бюджете на материально-техническое оснащение наших учреждений, на капитальный ремонт, на реконструкцию. Мы с вами встречались в течение 2013 года, неоднократно говорили о тех объектах учреждений, которые на сегодняшний день ждут своей очереди реконструкции, либо капитального ремонта. Это, конечно, в первую очередь, это боль сердца, это театр оперы и балета, это Чувашская государственная филармония. Конечно же, хочется, чтобы после модернизации это стали современные учреждения культуры с соответствующим звуковым, световым оборудованием. Современное искусство, профессиональное искусство, оно развивается не только посредством таланта артистов, режиссеров, художников, но и немаловажную роль играет материально-техническое оснащение. Это свет, современный звук, эффекты какие-то, машинерия, механика сцены. Это не последнюю роль играет. Сельские дома культуры как-то затронут? Да, совершенно вы правильно отметили, что это другое очень важное направление в деятельности министерства, это сельская культура в целом и сельские учреждения культуры. Вот у нас на сегодняшний день вообще в республике насчитывается 786 учреждений, культурно-досуговых учреждений. Из них порядка 250 нуждаются в капитальном ремонте. Дома построеки 60-х, 70-х годов, когда массовое строительство таких учреждений велось на сегодняшний день, ну, конечно, и физически, и морально они устарели, повсеместно текут крыши, надо заменить систему отопления, перевести на газовое. Ну, работа много. Полы поменять элементарно, окна. Полы элементарно поменять, окна, да. Ну, и, конечно же, немаловажно, опять же, играет значение оснащение. Нужно создать, ну, элементарно музыкальные инструменты купить, баян, гармонь, концертные костюмы для коллектива художественной самодеятельности, которые здесь находятся. И в этом отношении у нас вот ежегодно проводится ремонт, реконструкция этих зданий. Около 20 учреждений мы ежегодно ремонтируем. Вот в прошлом году у нас 18 таких учреждений было отремонтировано. В конце декабря открыли после модернизации, после реконструкции. И в этом году мы эту работу, конечно же, продолжим. Хочется, во-первых, довести до конца вот эти ремонтные дела в тех учреждениях, которых начали. Не везде они на сегодняшний день завершены. Ну, и начать, конечно, и новые объекты. По техническому оснащению наших учреждений культуры, тут, наверное, надо обязательно, прежде всего, конечно, продолжить работу по модернизации Чувашского драматического театра. Мы там начали первый этап, только закончили русский драматический театр тоже. Театр, я уже сказал, там помимо таких общестроительных работ, там требуется, конечно, и модернизация оснащения. В декабре месяце завершили реконструкцию большого зала театра «Кукол». Запустили его, и вот, знаете, вот кто не побывал в театре, я всех приглашаю. Спасибо большое, Вадим Петрович. Надеюсь, что все ваши планы реализуются, а год культуры, а техническое оснащение не закончится годом культуры, продолжится и дальше, и чтобы дальше у нас было очень много хороших мероприятий в области культуры. Конечно. Спасибо за внимание. Напомню, что сегодня по существу мы говорили с министром культуры Вадимом Ефимовым. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»